всем привет друзья это опять я с вами сегодня я буду не рыба блохером не diy не мотоблохер просто блохер в общем если вы помните в прошлом видео кто смотрел я испытывал пневмо пушку для рыбалки вот посмотрите вот здесь подсказках будет это видео это пушка была сделана для рыбалки для дальних забросов так что так что смотрите рыбалку не не получилось еще раз не получилось ну вот и рыбалка у меня не получилось так получилось что рыбалка не получилось собирались мы очень долго выехали по темноте возвращались забыли кое-что и уже по дороге на озеро кино рад было такое ощущение что рыбалки не будет ну вот просто вот бывает когда ты едешь и прям чувствую что не будет ничего не будет так оно и вышло все пляжи были переполнены ну то есть представляете если в сравнении с рыбалкой на кинерате когда мы были там с евгением днем тоже вот здесь вверху подсказках можете посмотреть вот это видео там просто практически никого не было пляж был пустой то сейчас вечером мы проехали по трем или четырем пляжем ну потенциально пригодным для рыбалки с забросом вдаль все было забито люди палатки женами с детьми короче ну такое ощущение что среди на июля понимаете просто все забито ну естественно рыбаков полно конечно полно рыбаков и мы нашли единственное место которое было свободно но потом мы поняли почему она была свободна там скорее всего было очень мелкое дно на большом отдалении от берега глубина была довольно небольшая и очень 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 засоренное дно корягами ветками то есть было очень много зацепов несмотря на то что поклевок не было вообще просто зацепов было очень много я оставил там два монтажа первые два зацепа я умудрился вытащить не оборвал а вот потом я оставил там два монтажа и примерно в два часа ночи было принято решение собраться и уезжать домой но смысла не было там сидеть не было смысла ждать чего-то так что собрались мы уехали я вставлю вот здесь несколько кадров посмотрите как это был так ребят ну вот вот сейчас секунду вот она наше изобретение мы уже заправили мне немножко не успел показать евгений заворачивать бумажечку так как конфетку вставляет туда вовнутрь и сейчас мы все это дело за пуль ним так смотрите накачали мы до 5 атмосфер накачали компрессором сейчас но я стрельну конечно не будет не так зрелищно как я снимал бы со стороны но в принципе стрельну сейчас и сейчас мы все это дело увидим все нормально ну три два раз ну я думаю что это подальше то есть надо папа ту же забивать я это может не скажу может именно потуже забивать праздник а снимать ты два раз будем посмотреть товарищи гусары как то так да пушка отработала ну вроде бы неплохо вроде бы неплохо в принципе цель этой рыбалки было проверить именно пневмо пушку так как мы приехали уже по темноте был туман определить дальность заброса визуально мы так и не смогли но судя по тому как отматывала леску заброс был намного дальше чем заброс с рук так что в принципе испытания пушки я считаю несостоявшимися ну или частично скорее всего несостоявшимися и рыбалка с испытанием пневмо пушки будет повторено 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 не знаю когда не скажу потому что сейчас обещают вроде бы скорости дожди потом у меня планы на выходные потом у евгения вроде какие-то планы на выходные в общем скорректироваться и организоваться надо заранее потому что вот как мы с бухты барахты собрались у нас в принципе ничего не получилось так что будет рыбалка с пневмо пушкой будет проверка пневмо пушки будет с замерами расстояния все это будет но будет позже следите не пропустите как раз для того чтобы не пропустить подпишитесь нажмите колокольчик и поставьте все уведомления и тогда вы не пропустите этот ролик с пневмо пушкой так что вот так так получилось ну и конечно всем спасибо кто досматривает до конца кто оценивает ставит лайки и да ребята нас с вами уже 200 человек это конечно по сравнению с другими каналами очень мало но все равно для меня это много я очень рад что есть люди которым нравится то что я делаю которые смотрят все большое всем спасибо до встречи на рыбалке на поездках в походах везде всем спасибо всем пока